Собрались, смотрите, и Дима у нас в носочках подцепил занозу. Подцепил занозу. Как вы думаете, куда мы едем? Пишите в комментариях. Все собрали, все взяли, документы взяли и в путь. Сладкий путь. Да, Дим? Да. Ну, Дима, подними голоски. Ну, где ты обиженный? Обиженный ты, Дим. Побыли мы в Пироговке. Здесь много народу так ходит. Диме вытащили занозу в больнице врачей. Плакал, кричал, но вытащили. Непонятно, что там, какой-то усик непонятный. Да? Да. Как раненый солдат теперь ты, да? Да. Много народу ходит. Короче, все хорошо, едем домой. Дома все покажем и расскажем, да? Да? Что ты злой такой? Такой модельный дедик. Посмотрите на это прекраснейшее чудо. С одуванчиками сирени. О, у нас еще белая сирень есть. Купили сирень за 200 рублей каждый. Нет, оба. Да? Ты маленькая мамина чудо? Да? Ты понюхай. Да? Я сейчас понюхаю. Лазочку сейчас поставим, обрежем. Где мамина чудо? Любовка мамина. Всем снова приветики. Мы дома. Пришли с Димой домой. У нас сегодня произошло необычное такое ЧП с утра. То есть с утра все было хорошо, все нормально. Ребенок встал, босиком побежал. И в коридоре поймал. Ну, короче, ему залезла заноса в коридоре. Хотя у нас ремонт уже закончился. Уже, то есть все. Не знаю, откуда она вообще взялась там. Ну, короче, поехали мы в больницу. Пункт, как его приема, как он там называется, до первого забыл я. Вот. Слава Богу, кстати, очередей не было. Было абсолютно пусто. Мы пришли. Нас сразу приняли. Документы какие-то там всякие заполнять. Полюс, паспорт мой понадобился. Не зря я его все-таки взяла. Вот. Вытащили иголочку. Сделали ему укол. Пришлось держать. Вытащили иголочкой. Какой-то, что-то типа щетины. Усика. Не знаю, что это вообще может быть. Вчера у нас пылесос, робот-пылесос. Кто знает, у нас есть. То есть он очень хорошо помыл детскую комнату. И мою комнату в коридоре. Но он так в коридоре прошелся. Но надо было все-таки получше, видимо, чтобы он прошелся. Помыл хорошенечко надо было. Вот. Зря я его вчера не пустила. Вот. Короче, у нас с утра сегодня было такое вот ЧП. Где-то, наверное, несколько дней назад, недели две-три назад, Дима уже тоже подцеплял за нос. Но я ее сама вытащила. Ногтями. Сейчас у меня нету ногтей. Я сострилась, я ногти там обломился. А так и ноготками чик, и все. Но сегодня он не дался. Просто прям до истерики. Вот. Ну, решили то, что нужно ехать тогда в больницу. Вот. Слава Богу, все хорошо. Диме перебинтовали, да. Сказали, что перебинтовывать еще завтра нужно будет съездить в больницу. Ну, посмотрим. Завтра ему открою, посмотрю, что там в каком состоянии. Мне кажется, там маленькая, да там же не рана огромная. Смысл. Можно все это сделать, наверное, самим. Помыть руки. Ну, посмотрим. Не знаю. Дастся он, вообще не дастся. Может, он мне вообще не дастся. Вот. Здесь, кстати, букетик вон стоит. Букет сирени мы купили. У нас май. Середина мая. Сейчас ролик выйдет с огромным опозданием. То нету, нету роликов, то выходит. Ну, короче, так вот. Слава Богу, все закончилось. Все хорошо ранним утром. Ну, как не ранним, а с утра мы. То есть вот проснулись, да. И вот так вот с бегом, с коляской шли. Боже, как это тяжело с коляской. С ребенком, когда ребенок ходит, гораздо легче. По ступенькам вот здесь. Потом я туда заходила. Туда. Мне никто дверь не подержал. А обратно, слава Богу, подержали. Потому что там получалась вот так дверь. И другая дверь. То есть там прям вот вход небольшой. Прям вот маленький. Там очень сложно. Вот. Очень маленький порожек. То есть там разложить коляску. И у нее посадить ребенка, который прыгает на одной ноге. Это очень было сложно. Там люди стоят. Они никуда не двигаются. Это не знаю. Когда мы вышли из кабинета, там уже сидела очередь детей. Уже много. Ну не много. Но сколько. Ну да. Там было народу. Народ был. Вот. То есть прям мы вовремя пришли. Дима не знал, что мы едем в больницу. Он об этом не знал. Он не стал говорить. Иначе была бы истерика наверное. Вот. Да, Дима? Вон там Дима у нас. Ням-ням. Мы кушаем. Перекус. Перекус у нас. Да. Вот. Сейчас мы кстати кушаем вот такие вот. Открыли печенечки. Хотел я еще зайти в магазин. Что-то купить. Пока мы на коляске. Но позвонила мама. Сказала, что сейчас придет сельвесарь. Потому что у нас там в туалете я показывала. Труба потекла. Она уже потекла наверное 5 месяцев как. И вот только-только к нам собрался идти сельвесарь. Ну то есть мы до этого были. Они хомут поставили. А все равно ржавчина она есть. Она периодически текет. Вот. Хлебцы. Такие классные. Они такие вообще хрустящие. Смотрите они прям класс. Просто шикарные. Такие вкусные. В детстве я помню мама такие покупала. У нее они были. Но мне в детстве не нравились. Они какие-то невкусные были. Вот эти вот кстати классные. Они прям такие легкие. Чего ты? Я себе с утра успела сделать только кофе. Который не успела выпить. Теперь я пью кофе вместе с такими. Вот они прям воздушные. Вот они прям. Просто прям шикарные. Такие они хрустящие. Вот. Но это кстати я покупала около светофора. У нас магазин какой-то там открылся. И вот такие вот. Они были гораздо дешевле чем в обычных магазинах. Такие в обычных магазинах стоят 80 рублей. Там стоили они рублей 30-40. Наверное это какая-то может копия. Или я не знаю там. Потому что те магазины которые оригиналы. Я не знаю какие они. Я ни разу не пробовала. Вот. А вот эти мне прям понравились. Прям очень-очень вкусные. Прям обалденно. Даже камеру держать тяжело. Вот. Короче так вот. Утомилась я устала. На улице у нас жара. В телефоне у меня было написано. Сверху 20. А снизу 29 маленькими. То есть утра 20. А днем 29. Ну мы одели кофточки. Смотрю все в кофтах ходят. Мы тоже одели. Туда шли нормально. Обратно я просто вся взмокла. Просто спотела. Мы еще уже торопились. Потому что слесарь прийти должен. Короче вот так вот. Такое у нас сегодня утро в бегах. Утро у нас не доброе. Но уже все хорошо. Слава Богу. Да? Да? Дима расскажи. Тебе было больно? Да? Больно. Больно было. Ему обезболивающие пяточки сделали. Да? Да. И она иголочкой там выковыривала. Пытался его выковырять. Понимать. Дима кричал. Мне пришлось. Меня позвали. Пришлось мне тоже. Как нам поместиться. Пришлось тоже зайти мне. чтобы держать ребенка. Потому что он вырывался. Все поместились. Поместились в кадр. Вот. Короче. Так вот. Ну. Вытащили. Слава Богу. Вытащили. Спросили. Есть ли прививка от столбняка. Мне кажется у нас она есть. У меня все прививки делали. Я помню. Но я своей педиатру написала. Спросила в WhatsApp. Есть она или нет. Она должна ответить. Я думаю она ответит сегодня. Вот. И если что мы завтра сходим. И все сделаем. Должна быть. Должна быть. Потому что мы все. А что ей такое золотушка. Подушечка такая. Вот. Вкусная. Дима сегодня. В честь того. Что он в больницу съездил. Да. У тебя уже не плов сегодня с курицей. Как положено. И с фруктами. А уже такой завтрак другой. Ну это не обед. А ужин мы с тобой. По ужинам уже как положено. Да. Там у нас осталась курочка. Надо доедать уже. И плов у нас с тобой остался. А видишь как я курицки откуснила. Видишь. Да. Откуснила. Ладно. Не буду вас задерживать. Сколько там у меня. 8 минут целых. Думала покороче получится. Все. Пытаюсь уложиться в одну минуту. Чтобы вам не смотреть долго. Но все-то у меня все никак не получается. Короче все хорошо. У нас все в порядке. Всем спасибо. Кто за нас переживал. Если вы успели попереживать конечно. Я успела честно. Всем пока пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии внизу. Вроде занос это ничего особенного. Но когда она у ребенка. У самого. То есть. Я знаю кстати то что. Смола. Смола. Елочная. Вот у елочки. Там иголки торчат. У них там есть смола. Если вот эту смолу взять. Подожди. Если вот эту смолу взять. И положить допустим на пальчики у вас занос. Да. Вот положить. Забинтовать. То это. Смола вытягивает эту заносу. Но. Сейчас вот находясь дома. Где я возьму смолу по большому счету. Идти на улицу. Сейчас в парк. За этой смолой. Не знаю. Ну делали бы что-нибудь. Какие-нибудь лекарства. Вот это вот. Которые вытаскивают заносу. Какие-то. Чтоб маленькая баночка у человека была дома. Какая-нибудь там небольшая. Со смолой. Там какие-то маленькие совсем баночки. Там одноразовые что ли. Не знаю. Что-то вот такое. Должно быть обязательно. Не знаю. Мне кажется что-то есть. Напишите в комментариях. Вот. Я думала уже может быть вязкий мед положить. И она вытащит. Но когда она это вытащит. И неизвестно была какая вообще-то. Может там осколок стекла какого-нибудь. Может там неизвестно. Вот. Но слава богу все хорошо. Всем пока-пока. И вот так вот выглядит Дима на ножках. Хорошо перевязана. Там вот какая-то желтая она тряпочку положила. Смоченную. Я не знаю в чем. Честно говоря. Мне сестра говорила настолько тихо. Что я ее не расслышала. Я только услышала что нам нужно перевязку сделать завтра. Вот. Единственное что я расслышала. Переспрашивала. Но она очень тихо говорит. Посмотрим. Дима уже на ножечку наступает. Да Дим? У тебя уже ничего не болит там. Да? Да. Вытащили там. Вытащили усик неизвестного происхождения. Да? Да. Да. Короче вот такая вот у нас. Такое вот у нас ЧП. А там заезжали? Там нет у тебя. Та ножка у тебя хорошая. Надеваем мы два носочка теперь Диме. Хотела мы обратно шли. Хотела купить тапочки Диме. Но нет. Хотела типа как Чунь. У него одни были. Уже порвались. Он прям у них исходился. Не знаю. Завтра пойдем. Даже я не представляю где можно купить тапочки ребенку теперь. А тебе одень носок. Сейчас одену. Ты так сидишь. Прям хорошо. На кроватке. ЧП наше. Ты будешь сам одевать? Одень сам. Не на ту ногу ты одеваешь. Да. Вот на эту. Вот. Все перебинтом. Но трогать я пока не буду. Какого размера ранка я тоже не знаю. На новой уровне. Продолжение следует. Редактор субтитров А. Корректор А.